Разговор идет не столько о том, как тушили пожар. Многие из присутствующих в зале принимали в этом непосредственное участие. Главное – разобраться в причинах и не допустить подобного в будущем. Юрий Поляков двое суток лично координировал работу всех служб, руководил штабом. Информации для детального анализа произошедшего у него достаточно. Опашка, лесополос, полос, чья земля? Мы должны четко понимать, что мы делаем. Была бы опашка 8 метров в ширину, ничего бы не было. Сэкономили 3 метра, опашку сделали. Перекинулась на поле, дальше пошло. То есть тоже вопрос, да? Обязательно главы сельских округов, привлекайте казачество, пусть делают обходы, смотрят, где мусор, где жут. Особое внимание к нестанкционированным свалкам. По предварительной версии, именно с загоревшегося мусора начался этот пожар. Нужно выявлять и максимально жестко наказывать нарушителей, а сами свалки ликвидировать. Из-за элементарной безответственности под угрозой оказалась безопасность жителей и гостей курорта. Благодаря оперативным и сложным действиям, последствия удалось минимизировать. По данным специалистов, превышение вредных веществ в атмосфере не зафиксировано. Мы взяли с северную, детский парк, автовокзал и брали делуч, янтарь. Следующий вопрос – подготовка к новому учебному году. Здесь все идет строго по графику. Почти 2,5 тысячи детей будет привозить к месту учебы школьный автобус. Сегодня их 31. В этом году планируется при помощи краевых властей приобрести еще 7 машин. Добавятся и новые маршруты. Из-за того, что большое количество у нас прибывающих школьников, маршруты построили в этом году уже следующий. Микрорайон Горгиха, село Супцет, то есть тот микрорайон ездит в 11-ю школу Супцетскую, сельскую. Микрорайоны 1 раз на 3 и также микрорайон Лазурный ездит в Станин-Канабскую, это в 12-ю школу. Глава дает поручение поставить под особый контроль строительство детских садов. Сегодня в Анапе идет возведение сразу двух дошкольных учреждений. Еще один садик появится в поселке Суку. То, что у нас близко находится, это Лазурный, то, что у нас близко находится Орленок, Зоренька. Прямо графики строительства они должны соблюдать и, может быть, в ближайшее время какое-то мы сможем вести эти детские сады. Это в том, в чем нуждается население. Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.